Экзаменационная кампания в разгаре. В мастерских пензенского художественного училища расположились абитуриенты. Среди них Владислав Ермаков из Уфы. Молодой человек желает стать скульптором. За пять часов он должен воплотить в жизнь свой проект. Лепит фигуры из пластилина. Тут собака обнимается со своим хозяином, которого давно не видела. Это очень трогательная сцена. Ты можешь сделать что-то объёмное, и это малоизведанная штука. Там сложно, достаточно легко открыть что-то новое. В течение пяти дней будут сдавать экзамены молодые люди и девушки. Оценивать их работу станут представители специальной комиссии. Требования строгие. Самое главное – это придумать замысел самой композиции. Они должны для этого читать очень много. Они увлекаться должны чем-то. Они должны быть очень разносторонние. Эта композиция не должна быть срисована с интернета, откуда-то что-то взято, украдено. Потому что мы всё равно со всем знакомы и всё это узнаем. Они должны уметь мыслить. Специальности в этом году у нас все открыты. Это живопись танковая, живопись театральная, дизайн среды, дизайн графический, реставрации и скульптуры. Поступающие, они должны иметь начальную базу, например, художественную школу, студию. Должны уже уметь немного рисовать. Должны уже понимать, что такое композиция, что такое живопись, рисунок. Уметь строить геометрические тела и писать натюрморт гуашью либо акварелью. Уровень сейчас абитуриентов стал сильнее гораздо. У нас в этом году огромный конкурс. То есть это уже говорит о том, что востребованность в художественной сфере растёт. И действительно это так. Потому что дальше-то они в любое направление могут двигаться. Дизайн, компьютерные игры, они всё, что угодно. Но нужна школа обязательно. В этом году в Пензенском художественном училище появится 135 первокурсников.